Несмотря на то, что уровень воды в реках постепенно снижается, ситуация с паводками, как в регионе, так и в городе, все еще чрезвычайно сложная. Подтопленными остаются 202 жилых дома, 574 дачных и 1773 приусадебных участка. Вместе с тем, за сутки от воды освободилось 37 жилых домов, 26 дачных и 65 участков. Людям оказывается необходимая адресная конкретная помощь. Всего к работе по ликвидации последствий паводка привлечена группировка сил и средств краевой системы РСЧС в составе 372 человека, 107 единиц техники, 15 плавсредств. Постоянный мониторинг ведут беспилотные авиационные системы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Развернута группировка аэромобильная ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с учетом привлечения поисково-спасательных подразделений. Сильнее всего от разлива щетинки пострадали дачные кооперативы у села Смоленко. Большинство пострадавших были эвакуированы еще в первые сутки паводка. Сейчас оказывается адресная помощь – доставка воды и хлеба. В Ингодинском районе Читы для тех, кто остался без жилья, был развернут пункт временного размещения на базе спорткомплекса «Березка». На временный приют согласились четверо. Среди них и инвалид-колясочник. Таких было четыре. Когда только свисток, то сразу мы поставили в эти кровати, постельное белье застелили, бутилированная вода и обеспечили горячее питание трехрязовое. Ну и доступ к горячему чаю вообще к госуточку. Так же, как и неподалеку туалет, у них возможность выйти в город, вернуться в город. Разрушений было бы еще больше, если бы накануне не был отсыпан берег реки Читинка в районе поселка Заречный. Краевые и городские власти продолжают мониторинг ситуации в ручном режиме. Мы находимся с вами в железнодорожный район, поселок Заречный. С левой части, это правая часть у нас берега Читинка, левая часть центральный район разделяет Чита. Здесь у нас было потоплено ИЖС 82 дома, а 452 это дачных у нас дома, вот здесь участка. Здесь проводили силы отсыпка, у нас береговое укрепление делали. Когда вода начала подниматься, я очень благодарен местным жителям, председателю ТОСа. Сюда прибыла у нас оперативная группа с главой района Алексеем Викторовичем Пономаревым. Они оперативно среагировали, выгнали свои пять КАМАЗов, самосвалов, погрузчики, начали грунт вот здесь завозить и старое здание разбирать. Задача на эту неделю – просушить пострадавшие дома тепловыми пушками и помпами, чтобы к осени привести в порядок все участки. Холода близкая, среди пострадавших немало семей с маленькими детьми. Есть поручение губернатора Александра Михайловича, чтобы мы посмотрели и изменили зоны потопления. Есть такая работа, которую мы обязаны делать, чтобы ограничить возможности затопления людей. Поэтому это будем делать и исполнять. И второе, что губернатор поручил, чтобы мы достаточно быстро вместе организовали обследование всех пострадавших и начали выплаты. Это важно для людей.